В Мурманской области разработали комплекс рекомендаций для родителей. По задумке авторов, он позволит существенно снизить уровень детского травматизма. Проект длился в течение года, и теперь пришло время подвести итоги. Детская безопасность – тема серьезная и непростая. В порыве исследовательской жажды маленький человек может случайно нанести себе серьезные травмы – ушибы, ожоги, падения из окон. В Мурманской области ЧП с детьми происходят ежегодно. Всего этого можно избежать, если следовать простым правилам безопасности. Мы понимаем, что это элементы травматизма. Это падение с высоты, это ток, это огонь, это мелкие предметы, это лекарства, это вода. Все это можно как-то предупредить. То есть на окнах должны быть закрывашки, специальные защелки от детей, чтобы они не могли открыть. На розетке специальные заглушки, которые продаются. Мелкие предметы, лекарства должны быть под замком. Газ, вода, отключение, чтобы не могли открыть. Все это можно предупредить. И пусть не чистые эти случаи, но даже редкие моменты, вот эти, не дай бог, их можно, так сказать, предупредить, избежать. В течение года организаторы проекта проводили семинары и собрания, на которых рассказывали родителям, как обезопасить детей в условиях квартиры. За время работы было проведено 190 собраний по всей Мурманской области, в том числе и в отдаленных населенных пунктах. Именно такие выступления авторитетных специалистов действительно глубоко затрагивают родителей. И они начинают задумываться о том, о чем раньше даже не думали, не представляли, что обычное пластиковое окно может представлять такую угрозу для ребенка, например. Или когда им рассказывали в апатитах, как ребенок проглотил 52 таблетки, да, и как ему чудом удалось спасти жизнь. И, конечно, это такой шок для родителя, который раньше думал, что среда домашняя, безопасна для ребенка. Результатом такой работы стал выпуск методичек с, казалось бы, простыми, но важными правилами. Организаторы мероприятия уверены, что в будущем рекомендации смогут спасти жизнь и сохранить здоровье не одному ребенку.